ребята всем привет сейчас 5 утра я закончила монтаж 20 влога и как всегда забыла снять начало для блога где вот эти красивые вставки вот эти вот лепесточки и ивечка проснулась тоже такая уже чё спать слава спит не сплю не потому что уработалась его смерть а потому что просто не охота вот такой у меня тупой теперь режим как обычно не на долго меня хватает так что я вышла для того чтобы подснять вот такую красоту подставить этого влог поставить его на рендер и пойти спать вот там я сижу и работаю не зато и . смогла посекать в 5 утра не на какую-то там пеленку а на грядку такая козочка бодрая счастливая никто не гавкает за забором никто нас не пугает куда побежала оказалось что в 5 утра очень классно выйти на улицу знаете зарядиться скажем так кислородом заодно посмотрите на меня без макияжем тем такая вот я обычная простая девчонка просто люблю накрасить губы карандашом если какое-то отличное настроение сегодня мы запустили сайт так что вот такие пироги но все равно надо идти спать так что встретимся когда я проснусь наряжусь притяжусь и буду при параде привет ребята я вам говорила что я буду наряженная когда следующий раз мы увидимся но нет я все еще не наряженная встала я сегодня очень поздно потому что я легла тоже очень поздно разумеется я поставила будильник на 12 но я не смогла встать так я встал в 2 вырежу немножко опухшие еще вчера в телеграм записывала кружочки я посмотрела на некоторых видео я выгляжу очень такой большой раздутый и все потому что скоро у меня будут эти дела я почему-то начала как-то раздуваться перед этими самыми делами вот но мы в телеграме уже обсудили почему так может быть и так далее ну понятно из-за гормонов гормональные все штуки ну короче это я к тому что раньше у меня такого не было слава сделал мне кофеечек я уже выпила а сейчас я сделаю нам бутербродики с красной икрой нужно ее доедать есть но кстати говоря она очень вкусная оказалась так вот все я привела себя в порядок мы съездили в город со славой и что хочется сказать я как будто бы разучилась снимать сколько я не снимала день я уже такая как это снимать мы были в магазине купили всяких вкусняшек дошек купили что давно не ела хочется кепчуп чипсы сметлана молоко макароны еще один дошик взяла вот такую лимонную сек помидорчиков мяско курочка и вот такой большой кусочек сыра вот ну на несколько дней нам это все дело нам нужно полить так надо здесь все тоже пролить хорошенько потому что здесь очень сухая земля и его завтра либо сегодня позже если не будет очень темно и земля немножко высохнет я смогу где-то прополоть может сижу на улице Кайфую Качаюсь на качалке Дышу свежим воздухом Уже потихонечку вечереет Природа, понимаешь? Короче, я думаю, что все мои подписчики уже догадались И поняли, как сильно я счастлива находиться на даче На природе, дышать свежим воздухом И я обожаю проводить время на улице даже все Вот эти вот махинации с уборками какими-то Что-то грядки, не грядки Мне хочется больше проводить время на улице Но отдыхать тоже надо Отдыхать я тоже люблю Не только убираться, что-то постоянно пересаживать, делать Не знаю, убирать, разбирать, готовить Отдыхать тоже надо, отдыхать тоже люблю И самое классное, что я могу сейчас себе позволить Это отдыхать на свежем воздухе на улице И я могу не просто сидеть и качаться Или лежать и качаться на этой качалке Я могу взять сюда ноутбук Включить кино Или поиграть Отдых на природе, это, конечно, класс Но отдых с гаджетами, это еще больший класс Можно помимо того, что лежишь, отдыхаешь Во-первых, я могу здесь сидеть и работать Видите, могу сидеть, смотреть кино Могу играть в игрушки Работать Самое классное, что у ноутбука большой экран Все выглядит очень красиво Знаете, без рамок Все видно четко И ничего не отвлекает ни от дел Нет просмотра кино Вот мне, знаете, даже интересно спросить у вас Вам удобнее, чтобы компьютер находился дома Или вот ноутбук? Я, конечно, люблю и то, и то Но насколько же удобно с ноутбуком Потому что я могу не привязываться к одному месту Да, вот сидеть где-то за столом Я могу и здесь посидеть И в беседке посидеть, понимаешь? И ходить, блин, с ним сюда, что, обойти И куда-то поехать И в машине Ну, короче, конечно, это намного удобнее Безумно красивый ноутбук Huawei Из главных плюсов лично для меня Это мощный процессор Потому что я могу и играть на компьютере Также хорошая видеокарта То есть я могу играть И не будет потери качества Какого-то торможения, глюков и так далее В общем, это, конечно, безупречный вариант Так что иногда, когда я устала Хочется расслабиться Но при этом не хочется как-то загружать свой мозг Я обычно играю Например, в Sims Строю чего-нибудь И, кстати, у меня на канале скоро выйдет видео Как я строю наш дом Обязательно посмотрите Так что вот в такую малышку Такую красивенькую, тоненькую Помещается все, что нужно Привет, ребят Я вчера вообще не снимала практически влог И вот Но зато вчера я сняла видео Как я играю в Sims И строю вот эту удачу Этот дом Но не внутри, а снаружи ландшафт Поэтому обязательно посмотрите на моем канале Я выпустила это здесь, на этом канале А не на игровом Короче, я сейчас буду краситься И рассказывать вам, как я крашу Что я использую Какой косметикой я пользуюсь Потому что я периодически вижу комментарии Типа, чем ты делаешь скулы Какие у тебя румяна Какой там у тебя карандаш И так далее, и так далее В общем, с чего начнем Я утром всегда наношу сыворотку От бренда Виши Я пользуюсь вот такой И еще у меня есть, знаете, какая Я выставляла в... Как мне там в комментариях писали Назвать не... Короче, ладно, запрещенка Как называли, так называем Есть еще у меня вот такая сыворотка Это тоже самое Просто баночка у них поменялась Вот Но поскольку у меня была вот эта Я ей еще не закончила пользоваться Хотя она тратится достаточно нормально Потому что я ей и утром, и вечером Я прям дофига Я еще на шею наношу Потом еще на руки Не знаю, мне нравится Обожаю Это для проблемной кожи Я их чередую Сейчас у меня настроение для этой сыворотки Когда она закончится Переду на эту сыворотку А потом снова на такую сыворотку Ну, мне нравится В общем, я нанесла сыворотку Первым делом, что я делаю Каждый день также я использую Вот такой вот крем SPF Тоже от бренда Виши у меня Чуть-чуть наношу, немного В общем, когда у вас прыщики Очень тоже важно Чтобы кожа была защищена от солнца Потому что солнце... Вот знаете как? Вот поедешь куда-нибудь там на море, да? Отдыхать Ну, допустим, вот в Турцию Не знаю Приезжаешь в Турцию У тебя прыщи Ты специально свою морду Так на солнце поставляешь И думаешь, что сейчас они все поджарятся Сейчас все пройдет Сейчас как будет, класс А в итоге Выскакивает еще больше воспалений Те становятся еще более ядренными Болезненными, глубокими Ты такой Что за херотень такая? Ну, короче, солнце очень вредно Влияет на нашу кожу в принципе А если на ней прыщи Так еще хуже Поэтому очень часто люди приезжают с отпуска И говорят Ой, у меня там вообще все это самое Высыпало всю Это вот все девочки Из-за солнца У меня выскочил вот здесь прыщ Вот тут какая-то херня Вот тут какая-то херня Это просто следы То есть вот Где-то три штуки выскочило Вот здесь Треугольником Таким ртом У меня скоро эти дни Поэтому это абсолютно неудивительно И не пугающий фактор Мой любимый тональный крем От Клиник Вот такой Я его просто обожаю У меня оттенок ВН-01 Ну как бы ВН Вот такой у меня оттенок Это светлый очень Вот И я им пользуюсь Остальные мне не нравятся Там у них есть еще ЦН по-моему Ну буковки обозначения Я не знаю С чем они там связаны Но я пробовала ЦН Который И вообще по-другому Ложится тональный крем Вообще Мне не понравилось Вот этот идеальный Вот это мой любимый тональный крем Уже Долгое достаточно время Вот такие точечки я сделала Теперь я это все размазываю кисточкой В идеале надо заходить Прям дальше На всю шею Но я так не делаю Потому что Ну как бы это Если куда ты выходишь В люди То да Ну как бы Желательно Наверное Вот сюда Прям дойти Растушевать Но Какие тут люди Да Детлы Да Эти Скворцы Кто меня убедит Кто осудит За то что я не накрасила шею Все размазали Да Тональник не может перекрыть Сразу все мои проблемы Да Там Вот например Вот это не перекрыл Вот это Сейчас мы еще спонжиком прибьем И еще будет меньше Ощущение того Что тональник на лице Я всегда тон так наношу Мне так удобно Знаете Я вот иногда думаю Я иногда так жестко На нос свой нажимаю Ну вот так Вот так Вот так Если бы я сделала нос Ринопластику Я бы наверное не смогла Потому что я знаю Что у людей Которые делали ринопластику У них по-моему Достаточно он мягкий Ну типа Он как бы Не то что там Прямо как знаете Не знаю Кожа какая-то Нет конечно Он твердый Но он не настолько твердый То есть мой нос Прям ну Он как бы Он Хотя может Хер знает Или наоборот Он более твердый И странно У меня такой Ну типа Подвижный нос Типа что хочешь С ним можно делать Но вот здесь Где кость Уже ну как бы Так не подвигаешь То есть только пимпа Вот это Ну где хрящик Я думаю Ну короче Не знаю Есть там какие-то Особенности Кто делал На сяру Так вот все Примиваем Ну еще конечно Вот эта прыща начала давить Когда проснулась Просто знаете Когда просыпаешься Смотришь на себя Зеркало Думаешь Что-то новое Мы просто так Тебя не оставим В общем В начале этого видео Вы уже посмотрели Как мы со Славой Радостно И счастливы Ребята Мы открыли сайт Но Да Мы его открыли И когда мы его открыли Были некоторые неполадки Потому что Мы не ожидали Что он Такой сильный Мужчина Сайт С кучей страниц Плееров Виперссылок Просто ссылок Когда выучила Учебник по информатике Я это еще с информатике знаю Мы что же делали Ссылки Что он не выдержит Такого количества людей Блин Ну да Заходило очень много людей Я накрасила губки Увлажнила Вот таким вот Блэвском Но по сути Вы можете увлажнять Чем угодно Хоть вазелином Ну наверное Ну да Можно просто увлажнить Потому что Потом когда я буду Наносить карандаш Надо чтобы губки Были увлажненные Но блеск я сниму Перед тем как нанести Карандаш Потому что иначе Все просто будет Каша Вот У меня вот такой Далее Берем консильер У меня два Уже почти закончились У меня есть третий Не помню У того же оттенка Блин Нет он темнее Ну ладно Вот такие у меня Я пользуюсь Вот такими оттеночками Ну консилерами От Make Up For Ever В оттеночке 20 И также у меня есть В оттенке 22 Когда начали говорить Что все Санкции Все закрываем Ничего не будет И так далее Я побежала Закупилась вообще Всем чем смогла Ну конечно Не на супер Долгое время Но мне хватило На долго Чего уже Сколько Долго Достаточно У меня все держится И вот Собственно говоря Можно открыть Чем они отличаются Ну я бы не сказала Что сильно прям Отличается 20 от 22 Скорее 20 будет более В розовинку А 22 в желтинку Ну как-то так Ну типа Не сильно большое Отличие В плане оттенков Использую корректор Я из этой пипочки Прямо мажу Хотя я знаю Что это не гигиенично И я потом в тюбик Заношу Заразу и бактерии Но я делаю так Всю жизнь И менять это Не хочу Я к чему клоню Что кто-то скажет Вот у тебя из-за этого прыщи Ребят нет Объясню почему Потому что Бывают времена Когда у меня вообще Нет прыщей И я делаю все то же самое А бывают времена Когда у меня куча прыщей Это вообще никак не связано Не связано Может быть и связано Но на мне не работает Это так В общем нанесла На какие-то основные Такие зоны Вот это все замазали Под глазами Синячки И вот эту вот часть Также спонжиком Прибиваем Носик Ну иногда у меня даже От консилера Все не замазывается Тогда уже в ход идет Тяжелая артиллерия Другой консилер Который более плотный От Лаура Мерсе Вот такой вот Ну он прям Плотный-плотный Он прям вообще Ад Какой плотный Но Он как вот такой спасатель У меня как раз В подобных ситуациях Причем он у меня Почти закончился Вот я выкрутила До самого конца Но тут по-моему С другой стороны тоже есть Типа он такой двойной Оп Да Тут еще много Нуля Красота Пользуемся Живем Вот Он прям плотный-плотный Прям как вот В детстве Я чем-то пользовалась Просто потому что Даже наверное не знала Что есть что-то другое Ходила сюда С просто Не знаю Килограммом косметики Ну Его я обычно использую Прям точечно Как какой-то прыщик И не спонжиком Его размазываю А прям пальчиком прибиваю Потому что Бывает что у нас Позже все равно Остается продукт Вот видите Все равно остался Ну что ж Пора использовать Это славина новая ремка Классно он поет у меня А это они типа Сначала с тремно спели А потом показали трек Или что Да Они типа На куче Типа делали трек Типа В онлайн Морген Лимба Палагин И Бумбич Которые В кс Вот это Которые Нашли Женился На него Постили Типа А потом Они типа Развелись Да ребят Люди живут Весело Вы бы стали Жениться На проститутке Не ну ладно Че они не люди Что ли Ну не знаю Мне кажется На каждого человека Найдется Еще один человек И не обязательно Чтобы это была Какая-нибудь проститутка Ну каждый конечно Сам выбирает Свою жизнь Да Как мы можем Запретить Никак Мы по сути Даже не должны Судить Но хочется Хочется Судить всех подряд Живут они все Как-то неправильно А вот мы Правильно Да что такое Какой-то волосик В реснице Запутался И в глаз Мне прям Больно Сейчас будет глаз красный Вот кстати Часто Проблема Людей С наручными ресницами Потому что Бывает Какой-нибудь Ну не катушка А типа волосик Такой знаете Как от свитера Или что-то такое Может В этом И он прям В глаз И на ресницу Приклеится И это вообще Но это не так уж Прям чтобы часто Или чтобы сходить С ума Но зато Ходишь всегда красивый Просто иногда Надо найти его В глазу Так ну вот Я прибила Стало получше До недавнего времени Я не пользовалась Пудрой Вообще Но потом начала О смотрите Вы даже видите Скажем так Две камеры Видите что это стало У меня есть вот такая Вот пудра От Живенщи Санкционочка Хотя не знаю Санкционочка Наверное У меня много таких Дома Есть Блин Высыпал чуть-чуть Вот такая вот она Очень красивенькая Она просто типа Как знаете Минеральная пудра Ничего такого Ничего сверх Естественного Долгое время Я не пользовалась пудрой Но сейчас начала Потому что Лицо блестит Иногда очень сильно А хочется Чтобы оно блестело Только там где Мне надо А не там где Ему хочется Вот Но она не сильная Она такая Прям легенькая Может даже особо Изменений каких-то Незаметно вам Вот Классная такая вот штучка Я не знаю Что тут по оттенкам Три Наверное Роуз Вот такая вот Мне ее дарили Бренд Живанши С моей Не покупала Вот И долго Ей не пользовалась Есть еще такие Тут видите Цвета такие Розовенькие В баночке А есть такие Где более темные Где зеленые Есть оттенки Но понятно Что они на лице Не выглядят зелеными Они просто вот Я даже не знаю Зачем так Может для более Темной кожи Может Хрен знает Но вот я Вот этим пользуюсь Вот этой пудрой Вот Пудра как пудра Обычная Вот эта вот Минеральная Или так Чтобы без оттенка А просто Убрать блеск Ну не знаю Сильно ли убралось Я не особо сильно Использовала Но чуть-чуть точно Убралось Дальше У меня спрашивали Чем я делаю себе Скулы У меня есть Вот такие вот Штучки От Мак Я даже не знаю Сейчас возможно Или сейчас Будет где-то Купить Мак Ушли они Насовсем И нигде Их наверное Не купить Наверное Но меня это Абсолютно Никак не обламывает Потому что Спокойно зайду В другой магазин Любой другой бренд Куплю любую Другую Такую же штуку Прям приду И подберу Найду Ну типа Я думаю Что это все Оттенок Оно мне просто давно Хорошая штучка Но мне ее еще Надолго хватит Ну хотя Не знаю Прям насильно Насколько долго Но нормально Хватит И рисуем Так Продолжаем Наш макияж Немножко Отплеклась На всякие интернеты Продолжаем Рисовать Нашу Скулу Я уже почти Закончила Хочется Всегда растушевать Чтобы не было Чувствений Вот этой вот Грязи на лице Ну не всегда Получается Иногда в зеркало Смотрю Уже нормально На камере Потом во влоге Смотрю Думаю Что за херня Так Все Хватит Хватит С меня С этих мазюканей Так Румяна У меня страшно Такие у меня румяна От Estee Lauder У меня румяшки Вот такие Видите Выглядит вот так Приятный оттенок Мне нравится То что он не сильно розовый Не красный А такой вот прям Спокойный Света конечно не хватает Вроде от Уличного света Сейчас крашусь Ну вот где-то тень Остатки румяшков На веко Так на взгляд Будет выглядеть Более свежим Реснички После этого Сейчас мы еще Уровки с вами сделаем Носик Отконтурируем После румян Я использую Эту стучку Спонж Чтобы немножко Смягчить Скажем так Углы Иногда я Повторно наношу Консилер Вот на эту зону Чтобы ее высветлить Берем мы Значит У меня вот Сломана крышечка Тени от Мак Вот Короче Это тени вообще Для век Но я Этой штукой Себе контурирую Нос И тонкой кистью Зачем-то Вот так надуваю Потому что у меня нос Сразу другой Видите Так странно Просто так удобнее Так вот Теперь тоже все это Прибиваю Чтобы Смягчить Так Следующая Хайлайтер Беру тонкую кисть Чуть-чуть на пимпочку Носа И вот так вот Над губой Чуть-чуть Под бровь Вот сюда Хайлайтер-то у меня какой От Диор Вот такой вот Он такой с розовинкой Но мне нравится Потому что он выглядит Достаточно нежно Все равно Хороший хайлайтер Что дальше Так Теперь я использую Гель для бровей От Vivienne Sabo Фиксатер Бровь 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 Вот его И фиксируем бровь Он достаточно такой Слабенький У меня есть еще От Givenchy Фиксатор Он прям вообще Мощный Он прям жесткий Вообще Ты его когда нанесешь Потом бровь Вообще Просто Как каменная В этом есть и плюсы И минусы Но я сейчас не хочу Пользоваться жестким Поэтому вот я купила Вот этот Он что-то 200 с чем-то Рублей что ли стоил И вполне себе нормально Фиксирует Брови не жесткие Но при этом Вроде никуда Не падают Не деваются Просто их расчесываю По сути Я особо из них форму Какую-то сильно сделать Не могу У меня достаточно Твердая бровь Волоски Густые Такие тяжелые Вот вроде все В принципе Весь мой макияж И потом я еще Губы крашу Например Своим любимым Оттеночком От Этого Миста Из 780 Я сказала видео Что он стоит 150 рублей В предыдущих Каких-то видео Через один Наверное И кто-то написал Что это наверное Паленка Типа почему так дешево Стоит Но он всегда так стоил Я не знаю Чтобы он стоил Где-то дороже Просто вот такой Бюджетный карандаш Ну очень хороший Не знаю Паленка не паленка Уже много лет Таким пользуюсь Люблю его безумно И он всегда стоит Именно 100 рублей Ничего Такой вот макияж Ну вот Как-то так Может быть криво Даже не знаю Это вроде ничего С губами Прям Класс Вот такой вот у меня Макияж Надеюсь Я вам Чем-то подсказала Чем-то научила То что вы хотели Там узнать Как я что делаю Еще меня очень часто Спрашивают Какие духи я люблю Мой любимый аромат У меня Несколько любимых И они все тут Вроде бы Или нет Ну короче ладно Один из таких Прям любимых Которым я Периодически пользуюсь Часто Это Estee Lauder Redent Mirage Вот такой Я его просто обожаю Видите Пользуюсь прям хорошенько им Он такой прям Дорогой Приятный запах Нет ничего лишнего Какой-то вот Не супер сладкий Не супер терпкий Не какой-то Ну прям Офигенный аромат Очень хороший Так что попробуйте Как-нибудь Мы закончили И теперь надо Позавтракать чем-то Знаете чем мы сейчас Займемся со Славой Будем Выкапывать цветы Пересаживать Потому что Мы планируем Убрать здесь все грядки Соседи нам дадут Номер телефона Попозже Людей которые здесь Вот так вот делали Вот И здесь тоже самое Будем делать Так что Ну Шо-шо-шо Сначала надо Выкопать там дырку Короче У нас есть Три гортензии Две которые Уже цветут Вот эта симпатичная Такая хорошенькая Смотри Можно одну здесь Одну Давай сначала решим Одну тут Только если Вот это пересадить Красивое Это дерево какое-то Оно очень тяжело растет Я уже спросила У соседей Ну ладно Давай тогда Вот так сделаем Да Вот Вот здесь Яму копаешь Ох Какая хорошая земля Там Ребята Мы уже такую работу Проделали Закачайтесь Мы со Славой Такие счастливые дачники Этот Фазант Фазант Это кто? Птица? Да Мы с тобой А при чем тут Не знаю почему Что-то было связано С фазантом для дач Короче Вот сюда посадили Вот Фазант А Фазант 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 Что значит Что такое фазант Напишите в комментариях Фазант В общем Помните Здесь не было этого цветка Он рос Вон там Вон там вдалеке Мы его посадили сюда Так классно Короче чтобы посадить цветок Надо вырыть яму Налить туда воды Хорошенько Потом понятное Выкопать цветок Воткнуть туда И тоже засыпать И полить Мы это сделали Теперь здесь у нас будет Вот такой красивый цветочек Который обычно рос Вон там И никто его не видел А мы теперь будем Здесь сидеть на качалке И любоваться Вот этим цветочком Сюда мы тоже посадили цветочек Выкопали ямку Также Налили водички Это такой же цветок Зал называется Скоро выучу Нет Гортензия 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 Мы еще только начинаем Ребят Просто мы с тобой через год Так купи сорта вот этой Они там идут В таком коробочке Они только так растут И растут только на полную луну Короче мы еще учимся Ну в общем Это такой же цветочек Как тот Как тот Но здесь пока не выросли цветочки Его мы тоже сюда посадили Потому что нам надо там все освободить И сюда засадить всю красоту Сейчас Слава копает яму Для самого большого Из вот этих цветочков Которые на этой стороне растут Вот этот Потом выкопаем Тоже туда посадим Для него надо конечно побольше места Мы его оставили напоследок И он будет прям как раз радовать наш глаз Прям с качалки И будет рядом с соседней гортензией Стоять белый Видите здесь розовый У нас тоже вот такая есть Я думаю ее мы наверное Немножко подрежем Вот мы ее пересаживать конечно не будем Потому что это нам наверное Тогда танк какой-то понадобится Чтобы ее перевезти В общем она видите Вся разрослась Развалилась Надо немножко ее почикать Хоть мы и подставляли штуки Вы помните В каком-то из влогов Подставляли Чтобы она не падала Но все равно она очень тяжелая И я думаю что ей самой от этого не по кайфу И немножко надо вот эти шапочки отрезать Вот Сейчас мы будем смотреть Что нам из этого нравится Что мы будем пересаживать Вот тот цветочек обязательно тоже пересадим Вот это вообще похоже на укроп Ну я не знаю укроп или нет Вот это я не знаю что Тоже наверное пересадим куда-нибудь Я вижу как тут тоже вот эти растут Вот Но самое главное вот этих красавчиков Посадим Ну вот это кстати тоже надо пересадить Я думаю здесь что-то симпатичное растет Тоже для этого найдем место Я думаю может быть у забора И может быть мы уберем вот этот цветочек Пересадим в другое место А на его место посадим тот Потому что он здесь совсем загнулся И мы с соседями тоже болтали По поводу этого цветочка А вот эти дедушкины любимые Которые растут вон там Видите У беседки Им побольше света И наверное там им лучше Ты прям большую займу копай Там огромный цветок Я знаю Круто зай Так круто зай Круто зай Мы сейчас шашлыки замариновали Сейчас отработаем И кто не работает Тот не ест А мы сейчас поработаем И поедим вкусно Я очень радуюсь Пока слава копает Посижу немножко Все в грязи В земле Но счастливые Можно смотреть на три вещи одновременно Как течет вода Как горит огонь И как работают люди Сейчас буду здесь сидеть И смотреть Вивочка сходила только что Тебя намочили Смотри, хвост пистолетом Нифига Ты че как петух распетушилась Вот вообще кукумбер И ходит, теперь чихает Хвост пистолетом Нифига себе Какой петушочек Я обрызгала Эта брызгалка Она сейчас с ней разбираться будет Кто там, Вив? Что там? Кто там? Тебя обрызгали? Здрасте Здрасте Что, тебя обрызгала эта штучка? Здрасте Здрасте Ты что, злая собачка? Ой, какая злая Ой Либо на брызгалку, либо на соседей А вы думаете, что она просто милая собачка? Она еще защитница Да Немножко обрызганная Иди, я тебя поглажу Иди поглажу Мокрая ты? А че хвост пистолетом? Вырослай булки Нет Нет, я пойду рыбать Ой Где его? Иди сюда Да пусть поглакает Она же обычно так не делает Ой И ушла О, перекличка с соседскими собачками А че убегаешь-то? Да Да, да, да Сейчас ее обрызгает опять Ой И туда опять под дождь пошла А потом чихает Умница, умница собачка Музыка Музыка Очень тяжело выкопать этот цветок Потому что там где-то есть камни Даже в перемешку Очень разрослись корни Невозможно даже лопату воткнуть Те прям легко Выкопался, ну, вокруг Чтобы корни сильно не повредить Хоп Поддел И цветок уже сам наклоняется Уже готовенький, понимаешь? А тут вообще Мы уже и лопатками маленькими Как это археологи какие-то Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так что теперь здесь вот так вот Стало получше Немножко заполнили пустоту Вот здесь в самом начале Ну как вам? Мне очень нравится Я очень радуюсь Здесь все помыли конечно же Все пролили Штучки завтра довтыкаем В общем Очень здорово Теперь будем жарить шашлык Приготовлю салатики Будем кушать и отдыхать Папа накрыла на стол Слава там уже жарит шашлык Это мой любимый салатик Сейчас пойдем возьмем вилки Сейчас вилку поднимется Возьмем вилки Ножки Вот такие ножки Так что-то устали сегодня У меня аж спина не разгивается Кстати говоря Вот такой подарок нам подарили На годовщину Папа Слава подарил нам тостер Теперь мы можем кушать тосты В общем на этой чудесной ноте я с вами прощаюсь На сегодня Я ужасно устала Хочу смыть макияж Чтобы после Потом сходить в душ и просто Вот так вот Нет не лечь А монтировать Вот так вот Сесть за комп и монтировать Потому что дел полно Хочется чтобы все Было готовенько Классненько Надеюсь что Этот влог вам понравился Надеюсь что Вы получили удовольствие Вдохновение Расслабление Не знаю что вы получаете В моменте просмотра Мне сегодня надо помыть голову Или завтра Я уж не знаю Самое главное что я сейчас сделаю Это пойду смою макияж Чтобы после того как мы поедим Сесть за монтаж А потом в кровать Жарко котику Ребята всем привет Новый день Как дела Короче Клипозовки Вчера мы посадили цветы Красота неописуемая Но мы еще не закончили наши пересадки Сегодня и завтра 5 и 6 августа Обещают самые жаркие дни И мы это уже ощущаем 30 градусов Что будет если работать в такую жару Прям на солнце Обморок Солнечный удар Или просто отделаемся Легким потом Как Ты думаешь Проверим Нам дали номера Людей Которым можно позвонить Которые смогут у нас Поработать здесь Навести Так называемую красоту Сделать Нелегкую работу Хотя Вот я смотрю на эту работу Которую надо сделать И думаю Да блин мы же сами это можем Еще и деньги сэкономим И интерактивчик закачаешься Ну что поделать Не знаю Самое главное Что нам точно нужно сделать самим Это пересажать Оставшиеся цветы И оказалось Что они там очень красивые есть Они просто уже не цветут Но я посмотрела предыдущие влоги И оказывается они цвели А я даже не обращала внимания Я даже не видела Что оказывается Они цвели цветочками Прикиньте Можно конечно это начать делать позже Но А сейчас тогда что делать Я вот сниму сейчас кофточку А болюсь шлангом холодным И устроились в такую вечеринку Закачаешься А что Включаем брызгку И бегаем вокруг нее Как в детстве Ну вот когда тенек и ветерок Вообще кайф Вивик стоит Пусек лежит Жарко котику Вив, ложись тоже Надо Виву искупать Хорошо собачке? Гуляет, бегает Конечно У нас за этот Уикенд Уикенд Столько не гуляла всю жизнь Да Да, Вивчик? Хорошо ли это на даче? Я как всегда накрашена Я говорю, Славя Пошли в огород копаться Он говорит, куда ты такая нарядная Собралась? Я говорю, в огород А что нет? Пусть жучки, паучки смотрят на меня и думают Убив Красивый, конечно Человек Красивый человек Не убивай, пожалуйста Я вижу, что ты очень сделала красивую помаду Я вижу, хороший мяк Очень такой нюдовый Все классно Все очень минималистично Но, пожалуйста Не убивай нас, пожалуйста У меня семья дети У меня тут семья тысячу миллионов моих яиц Паучков Они хотят жить и бегать здесь Пожалуйста Не убивай манер Реально Мы будем ему каждый день Оставлять комментарии Тебя под видео Пожалуйста Мы будем хорошими пауками О, гажа уже какая Ой-ой-ой Вив, ты видишь? Вива, фу! Ты что? Она тебя укусит за нос Пошла на разборки Она что-то тут совсем это знает? Вива фаст Это смелый такой стала Она там осу с Хавой Где оса Вив? Ты у тебя такая Упуська Лаунж Лежит Смотрит на пересаженную цветочку И думает, блин, какие классные цветы Ой, нет, ну нас же было А что раньше-то не пересадили? Я не знаю, можно ли так делать Но я хочу засадить здесь все Каждый пустой уголок Чтобы не видеть землю И чтобы видеть только рассады Все равно им место надо всем Конечно Нельзя их при это Близости Собранности, близости Ну конечно, они будут воду хавать друг от друга Но, слушай, тут некоторые цветочки очень рядом Нет, слушай, мне кажется столько, сколько хавают воды деревья А рядом с деревьями растут цветы И нормально себе растут И эти гортензии Ой, гляньте Ё-моё Это уже не опция Пуся, тебе на OnlyFans надо Знаешь, чем я подумала? Во-первых, ты заметил, как редко я стала говорить про нашу свайбу? Помнишь, как я часто об этом говорила И мне все постоянно писали Ой, как она задолбалась о своей свайбе И так далее Я вот думаю, люди, почему вы не понимаете? Ведь, конечно, это произошло в моей жизни Это яркое событие в моей жизни Ну, для Славы тоже Но для меня, как для девочки Это прямо вау Это же я так долго ждала и мечтала А вообще, хотела что сказать, к чему? Читала комментарии под видосиком Одним, со свадьбой тоже связано И знаешь, что писали? Типа, блин, вот как так у вас все классно сложилось? Что так быстро все организовали? Никаких там каких-то нюансов не было То есть, все, по сути, шло гладко, классно И типа, значит, реально, ну типа, судьба такая Что вы должны были пожениться в этот день Вот сейчас просто Слава включил голосовое от администратора своего И у меня там были неполадки Они тоже хотели сделать свадьбу 1 августа И короче там что-то с госуслугами произошло И в итоге они сделали свадьбу в другое время Это я просто к тому, что чем учреждено, то и будет Вот нам было, ну да Какой вопрос ко мне? Я не понимаю К тебе такой вопрос, прошли землю перекатываться Просто ты посела ко мне, думала, что спросить у меня хочешь Зато смотри, какие мы одинаковые Как понять одинаковые? Наши руки А, они вот так Сядай-ка, обними меня Чисто это на обложку ходим Ждем, когда пойдут грибы Чтобы не пойти их собирать В смысле? Пойдем, ты че, я хочу А ты не хочешь? Как раз возьмешь свой ножичек, которым ты все режешь Да сходим, сходим, я шучу Да, это было бы так круто Так круто Наивесим мухоморов Снимем реакцию на видос какой-то Реакцию на грибы Да Мы, типа, грибы Ой, хорошо, пусть Коля же это тут-то-дам А где лопаты? У меня Да Ты их все убрал? Да Туда же Ну как бы Три часа дня И че? Типа жарко? Да Да Что лучше? Че ты мне не хочешь? Я уже спотела немножко Да нет, духами попшикался Пойдем Да ладно? Ну если Слава так говорит Потому что жарко очень Но если будет жарко Я тебе говорю Достанем шланг Твой Я достану свой шланг Польем цепи Нам в любом случае Выкапывать цветочки надо Нам по сути Че надо? Тачку Еще у соседей попросим Ты че так копать Слышь Веселая Просто вот я смотрю На объем работы И мне кажется Что вообще Фигня это лов Конечно Слушай За один день Одно сделаем В другой день Другую половину сделаем За третий Третью Если че Не обязательно же Все сразу сделать И я такая Через пять часов Слушай Давай все доделаем Сегодня Уже руки Все в мозолях Да Я люблю Доделать Довести дело до конца Но все равно Я вот так буду спать Ты как кот Хотя даже Как совак Даже пусик вообще лежит Это Это Вива только реагирует Кто-нибудь А Че за херня Подписчики Ну-ка приезжайте Откопайте нам Там землю всю Давайте Давайте А мы влог классный Снимем Ну как бы Повстречу устроим Собъясним Приятное Я вам адресов Скину А вы приезжайте Вот Но со своим Лопатцей Своей переводить Тяпки Одевайте сразу Не на выпендрежничество У нас тут не Топ модель По-американски Только я буду красивая Я в платье свадебное Наряжусь Буду тут ходить Топ модель По-подмосковски Ну Я наряжусь Буду ходить в платье свадебное И управлять У нас тут копатель года Конкурс Предлагаю каждому Приехать со своей тачкой И кто больше тачек Отвезет в лес Землей И быстрее Тот получит Тысячу рублей На карту И подписочку От нас Подарок На наш сайт И еще туда Тысячу баллов Вам на кофе И пресетик Один Очень выгодное Очень выгодное Предложение Ну и сфоткаемся Вместе Конечно Видеопривет Передадим Как же без этого Конечно Я считаю Что надо Прямо сейчас Оставляйте заявочку В комментариях Вам нужно Указать Ваш возраст Пол Возраст Пол Возраст Мышцы Объем Объем мышц Объем талии Талии не надо Мышцы просто Мышечную массу Все характеристики Ваши Вес Длина Ширина Ну Потом Ну Какой-то Что-то о себе Расскажите Какой у вас акью Потому что Акью Акью Если у вас Акью Очень низкий Акью Да Нам с вами Будет не о чем Поговорить А говорить Придется много Потому что Сильно высокий Тоже не надо Не Ну слишком высокий Тоже Просто если Вообще Будет никакой То О чем Вообще Разговор Если у вас Будет Очень высокий То вам С нами Не о чем Будет Поговорить Давайте Что-то Среднее Будем вместе копать и ни о чем не говорить Так не получится Мы включим музыку А, еще напишите, пожалуйста, свои музыкальные предпочтения Потому что мы не всех принимаем Нужны определенные вкусовые Какие жанры вам нравятся? И едите ли вы свинину Потому что на ужин мы устроим праздничный ужин Стол Накроем праздничный стол В честь дня копателя Курицу, конечно, тоже сделаем Курицу, понятно, все едят Но если вы не едите свинину, то извините Курицу угостите Ну, картошечку, естественно, запечу Проведем конкурсный отбор Июля салатик еще сделает Могу три целых сделать В общем, да, проведем конкурсный отбор И там уже выберем Ну, где-то человек четыре, наверное, возьмем Пять претендентов, да, возьмем Да, четыре-пять Вот Нам тут что, по сути, надо Все откопать, залить бетоном, что надо Крышу почините нам Переберем в доме всю вагонку Снимем Ну, я думаю, за... Это за пару часов Ну, нет, за пару часов, конечно, взяли Вопрос нескольких лет Вопрос нескольких лет Думаю, что где-то на недельке-две приезжайте Пошушукаются, поймут, что много работы Нет, те, кто будут в телефонах постоянно сидеть, шушукаться Сразу пинком под зад И это пешком до электрички сами пойдет Так, ну ладно, расскажите, чем вы тут промышляете Это у меня люди Я их сажаю отдельно, чтобы они у меня рассредоточились И как бы росли все Ну, не в одну кучу, а чтобы вы, ну, выведут так объемно Зай, что за дачный с*** у тебя тут? Мне даже это... не хочется показывать тебя с удачной стороны Вот это грязь... вот это дачница у меня Ты знаешь, когда это в бассейне с грязью тёлки Да-да-да-да-да Вот это вообще просто Бесплатно и без СМС И без страха Да Надо придавить, чтобы у них там не было воздуха Конечно, правильно Чтобы они задохнулись Правильно-правильно Так, давай Чтобы они задохнулись от твоей любви к ним Да, так бывает, кстати, в жизни Задыхаешься Так Знаешь, вообще похоже, что это не лилий Лилий Со стороны может показаться, что это куст запрещенной травы Но... Погатается, в самом деле Но если присмотреться получше, вы увидите, что здесь всё чётко Вот этот какой-то бляхан Сейчас Юлька всё на место поставит Так И сейчас ещё вот эти маленькие дефекты А остальное у нас пойдёт Можно, знаешь, отсюда ещё взять Тут не так много места Короче, такая у нас тут движня, ребята Смотри на меня Ты видишь, я всё мокрая Смотри, как я вспотела Короче, Слава привозит землю Только ты смотри глубже Вот этой ты, наверное, не копай Хотя всё равно потом раскидается Короче, Слава привозит тачки с землёй Туда, где нам не хватает земли Мы пересадили Подожди, мы не всё пересадили, ё-моё А вот, смотри, это что же вот эти штуки Надо будет тоже откнуть Короче, осталось вот это Вот это Вот это Где ты копаешь? Ну, как лопата А, давай, клёво тут придумал Короче, я брызгалась из шланга Потому что сегодня 30, твою мать, градусов жары И это такой кайф Сейчас я ещё буду брызгаться О, такой задор Прям детство Короче, вот сюда Слава привозит землю Я отсюда достала все маленькие цветочки, которые были Вон там один остался Не знаю, видите, нет Вот эту хрень сюда пересадили В общем, пересаживаю, пересаживаю Вот там вот я лили посадила Вы видели, Слава снимал Ну, не знаю, может быть, я зря их посадила так далеко друг от друга Но мне хотелось запомнить пустоту Не знаю, может, это было зря Может, их надо рядышком все сажать Не знаю Я ещё сегодня создавала радугу Фу, блин На этом я с вами прощаюсь Пойду в душ На сегодня мы закончим, пожалуй Просто кайф Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!